Всем привет! С вами на связи Токсичный Адвокат, и сегодня поговорим на еще одну интересную тему. У меня как-то выходил ролик о том, как выписать человека из квартиры, выражаясь юридическим языком, снять с регистрационного учета и признать его утратившим право пользования жилым помещением. Так вот, мне задают вопрос, а как выписать, ну, например, сына, дочь из квартиры. Кстати, сейчас речь пойдет о совершеннолетних детях, либо других каких-то членов семьи. В общем-то, это вполне возможно. Сложно, но возможно. Давайте вы пока себе чашечку чая, кофе приготовьте, а я начну рассказывать вам о том, как это можно сделать. Итак, есть небольшой нюанс. Значит, о том, когда был зарегистрирован в вашем жилом помещении ваш член семьи. До 1 марта 2005 года или после 1 марта 2005 года? Отсюда и будем, как говорится, отталкиваться. Значит, до 1 марта 2005 года действовал жилищный кодекс РСФСР. После 1 марта 2005 года действует жилищный кодекс Российской Федерации. В этом есть нюанс. Значит, давайте начнем с того, что ваш член семьи зарегистрирован после 1 марта 2005 года. Итак, у нас есть жилищный кодекс. В первой части статьи 31 жилищном кодексе говорится, что дети собственника жилого помещения, проживающие, зарегистрированные вместе с ним, являются членами его семьи. Ну, что вполне понятно. Пункт 4 этой же статьи нам говорит о том, что бывшие члены семьи не сохраняют право проживания в квартире. Пример достаточно простой. Были женаты, развелись с мужем, с женой, соответственно, все. Муж после развода является бывшим членом семьи, жена является тоже бывшим членом семьи. И в данной ситуации все гораздо проще по поводу снятия их с регистрационного учета и признания, утратившими их право пользоваться жилым помещением. Так вот, какой мы делаем вывод на основании того, что я только что сказал? Чтобы выписать совершеннолетнего ребенка, либо какого-либо другого члена вашей семьи, нужно признать его бывшим членом семьи. Естественно, в судебном порядке. Так вот, о том, как это сделать, существует замечательное постановление Пленового Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 года за номером 14. Важные условия, значит, описанные в постановлении условия, которые применяются на практике судом, только в совокупности решаются с конкретными обстоятельствами дела. То есть, все суд рассматривает в совокупности. А что же там за условия-то такие, чтобы признать вашего совершеннолетнего сына или дочу бывшим членом семьи? Итак, первое. Взрослые дети не ведут собственником жилого помещения совместного хозяйства. Ну, то есть, не ухаживают там за квартирой, все совместно не складываются, там совместно ремонты не проводят. В общем, это так более-менее понятно. Между детьми и собственником нет общего бюджета. Он раздельный. То есть, опять-таки, возвращаемся к вышесказанному, что они не имеют общего бюджета на содержание вот этого жилого помещения. А также они не проживают как семья. То есть, у них нет общего бюджета, ну, образно говоря, там на продукты питания, там на какие-то лекарства, там, ну, и пятое-десятое. Вот. Значит, третье важное условие, что взаимную поддержку и помощь друг другу они не оказывают. И в семье обязательно имеются разногласия. Ну, там какие-то ссоры, что-то еще такое подобное. Вот. Четвертый момент. Дети не проживают в жилом помещении и не оплачивают коммунальные платежи. Ну, либо любой другой член вашей семьи, не проживая, проживая в жилом помещении, не оплачивает коммуналку. Что самое интересное, вот это четвертое условие, оно не является основополагающим. Даже если проживают и оплачивают, то признав их бывшими членами семьи, их можно снять с регистрационного учета, выписать, как говорится, пендаля под зад. Вот. Это, соответственно, что касаемо тех, кто был зарегистрирован после 1 марта 2005 года. До 1 марта 2005 года действовал жилищный кодекс РСФСР. Там, в общем-то, применяется статья именно этого кодекса. В настоящее время это все применяется именно жилищный кодекс РСФСР. Так вот, там четко сказано, что бывшие члены семьи имеют право пользования жилым помещением. И суды на практике, собственно говоря, здесь 50 на 50, могут снять с регистрационного учета, могут не снять с регистрационного учета. Но есть, на то я и токсичный адвокат, как говорится, есть лайфхак. Может быть, он не всем, конечно, подойдет, но есть определенная хитрость. Значит, при смене собственника жилого помещения, эти лица утрачивают право пожизненного проживания в данном помещении. То есть, вы просто можете переоформить собственность на кого-то другого. И тот другой может спокойно выписать этих товарищей, снять с регистрационного учета и дать им пендаля под зад. А схема выписки та же самая, что я указывал выше. Есть еще некоторые нюансы о том, что отказывался или не отказывался ваш, допустим, ребенок совершеннолетний от участия в приватизации. Здесь тоже есть нюанс. Если он отказался от участия в приватизации, то выписка, снятие с регистрационного учета его из жилого помещения имеет некоторый нюанс. И этот нюанс заключается в следующем. Есть обзор судебной практики Верховного суда за январь-июль 2014 года, где четко нам говорится, что такого отказника, который отказался от участия в приватизации, можно выписать только в том случае, если он своими действиями сам отказался от своего права проживания. Вот. Здесь, конечно, достаточно такой сложный момент. То есть надо доказать, что он сам отказался от проживания в квартире. Ну, а дабы видео не растягивать, если вам интересно, как это доказать, задавайте вопросы в комментариях, пишите их, делитесь этим видео со своими друзьями, ставьте пальчики вверх, ставьте пальчики вниз. В общем, подписывайтесь на канал, ну и всем до встречи, будьте грамотны, поступайте грамотно, пока!